друзья всем привет с вами снова я геннадий не уделяйтесь обстановке в которой мы снимаем в конце видео все будет понятно этот ролик мы наверное снимаем в первую очередь для самих себя потому что много в истории компании забывается коллектив растет и сложно в полном объеме и достоверно передать всю историю нашей компании поэтому кому интересно устраивайтесь поудобнее ну а я начну свой рассказ вообще конечно правильно было бы директору вести этот рассказ но думаю мы договоримся с ним как мы следующий раз в общем давайте приступим мы постараемся коротко и емко рассказать всю историю компании первое и наверное самое главное с чего стоит начать это имя нашего директора коновалов александр александрович именно он начал зарождать и в дальнейшем развивать кастомную пневмоподвеску на легковые авто у себя в гараже в далеком 2006 году конечно же он не сразу занимался пневмоподвеской это был просто гараж в кооперативе в котором ремонтировались и тюнинговались тачки и только потом однажды увиденная и машина на пневме вроде как зеленый гольф от зарубежной компании airbag it зародила в его голове желание самому сделать что-то подобное в итоге это приводит к тому что сан саныч собирает свой первый автомобиль на пневмоподвеске это красный гольф 2 и серенькую toyota rav4 этот ролик на ю тубе видели год назад первый toyota rav4 на пневме в россии какой первый первый был 2006 из 2006 года появляется компания air ride которая готова сделать пневмоподвеску на любой автомобиль чтобы вы понимали где и в каких условиях это все начиналось предлагаю отправиться в гаражный кооператив рядом с поселка металлстрой под санкт-петербургом друзья ну вот мы наконец-таки оказались на том месте где все начиналось в этом гараже наш директор сан саныч занимался ремонтом автомобилей который плавно перетек в установку пневмоподвески и все это было еще в 2006 году когда я был вот таким не было лет 12 давайте подойдем поближе я вам расскажу то что я знаю здесь был бокс для установки пневмоподвески для ремонта машин а здесь была кухня к сожалению гараж мы уже открыть не можем потому что нам он не принадлежит но что вы понимали весь объем работ который здесь происходил потому что ставили и в гараже и на улице мы сейчас покажем вам его с коптера вот даже я с какого в компании с 16 17 года даже даже я в этом гараже был несколько раз мы тогда перевозили какие-то старый хлам велосипедки это болты косы помню короче но там такой нормальный хлам сейчас уже давно никого там не было и так пошла движуха по пневмоподвески и далее в 2007 году был сделан проект прыгающей волги и много чего интересного в общем сейчас покажем но и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скин на газель Пневоподвеска Пневоподвеска дает свои плоды, компания растет, развивается и с конца 2007 года переезжает в новое, более просторное место. Бокс, который может легко вмещать в себя порядка 3-4 автомобилей. Наращиваются темпы разработки новых комплектов пневоподвески на любые автомобили. Коммерческие, легковые, прицепы и даже на мотоциклы. Бренд AirRide набирает популярность. Машины показывают по MTV, появляются статьи в автомобильных журналах. Но Сан Саныч начинает устраивать выставки с автомобилями на пневоподвеске в Санкт-Петербурге. И вот несколько кадров с этих мероприятий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше стоит отметить 2009 год. Это год создания нашего логотипа, буквы А. В этом году Сан Саныч разрабатывает систему автоматики ActiveAir для управления пневмоподвеской и презентует ее в сотрудничестве с компанией AirUnder на международной выставке Simo в Лас-Вегасе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так-так-так, погодите, здесь уже нужно сказать, что это 2010 год, и Сан Саныч приглашает в Сан-Псебург, Биг Дена, из шоу «Тачки на прокачке» для участия в выставке ActiveOpenAir. Помню, это было очень круто. Я как сейчас-то помню, мне было тогда лет 15, да что это, август 2010 года, да, было лет 15, и вход стоил рублей 400, нет, 400 или 200 рублей. В общем, я, короче, зажмотил денег, и мы с корешами пошли гулять. Так, три дня вроде выставка шла, но мы, короче, так на нее не попали, из-за забора посмотрели, и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Компания Airright продолжает развиваться, но впереди ее ждут трудности. Сейчас мы сделаем большой скачок, а именно в 2015 год. В связи с разногласиями с коммерческим директором, который был нанят на работу в 2013 году, Сан Саныч принимает решение закрыть компанию Airright. Мы не будем объяснять, почему, я думаю, тут и так всем все понятно. В общем, в 2015 году появляется компания Airright, а именно с логотипом из 2009 года. Еще год-полтора компания Airright находится на том же месте. То есть, 9 лет, примерно с 2008 по 2017 год, Сан Саныч находился на данном месте, в поселке Понтон и рядом с городом Колпино. Давайте все же поближе посмотрим на это место. Друзья, ну а теперь мы оказались на втором месте, где была наша компания. Здесь она была с 2008 года. Мы приехали сюда и хотели показать вам поподробнее все изнутри. То есть, заехали и зашли на территорию, но, к сожалению, нам просто не дали там поснимать по каким-то непонятным причинам. Но да ладно. Поэтому мы покажем вам все с коптера. И вот мы в 2017 году. Новая политика ведения бизнеса, новый состав компании Airright позволяют сделать большой скачок в развитии фирмы и переехать в новое место на Софийскую 125 Корпус 4. А ты, кстати, знал, что я в компанию пришел в конце 2016-го, начале 2017-го года? Короче, увидел объявление, позвонил, типа, первый раз, ну, чтобы, типа, мне приняли на работу. Грубо говоря, меня немножко послали. Сказали перезвонить через неделю, да, через неделю. И, короче, я позвонил через неделю, и у меня было собеседование в Макдональдсе. К этому моменту компания Airright полностью сфокусировалась на разработке и производстве комплекта пневмоподвески на коммерческий транспорт. Микроавтобусы и внедорожники. И больше никаких кастом-проектов. Мы начали активно расширять ассортимент продукции, налаживать массовое производство и расширять партнерскую сеть. И вообще, мы не компания, а команда Airright. Потому что пытаемся создать дружный и эффективный коллектив, который будет вместе идти вперед. С момента появления Airright в 2015 году наш коллектив вырос с 5 до 35 человек. И вот сейчас, в 2021 году, нам не хватает места для роста и развития компании. И сейчас покажем, почему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И вот настало время раскрыть все карты и рассказать вам, что это за место, в котором мы сейчас находимся. Это наше новое помещение, и сейчас я проведу вам по нему экскурсию. Ну, мы на месте. В принципе, я это, да, не видел на фотографиях. Я даже не знаю, что сказать, но оно большое достать. Он больше нашивает. Я думаю, что здесь места хватит. Как тут, ну, типа, тут 2000 вроде квадратов, а у нас 1000 или и того меньше. То есть у нас даже на один этаж там 600 квадратов, 650. Ну, на два там тысячи. А здесь просто сразу 2000. Так что я думаю, здесь мы все уместимся. Мне вот это место напоминает, как мы ездили в Нижний Новгород, в автомобильную историю, в компанию. У них тоже везде такая парковочка, елочки, туи там стоят. Ну, в общем, мило. Даже здесь беседка есть. Это мне нравится. Такая природа, красивая. Там сказали, что предыдущий арендатор съехал отсюда, сколько, 8 месяцев назад, но не похоже на это. Тут все так поросло, как будто тут уже давно никого не было. Ладно, в общем, пойдем вовнутрь. Мне, кстати, сейчас. Где? А, мне дали карточку и... Да, я думаю, что я смогу зайти при помощи нее. Технологии таких штук у нас не было еще. Ну, тут, я думаю, что будет висеть лучший работник месяца. Или работник... Нет, ну это... Это работник. Ладно, пойдем дальше. Я видел план, что, типа, тут много помещений, но я даже не знаю, с чего найти и куда заходить. Во всяком случае, тут красиво. Мне нравится уже, что здесь есть плитка, а не просто бетонный пол, как у нас. Есть какие-то более цивильные потолки, цивильные стены, а не просто производство и пыль. В общем, ладно, сейчас, я не знаю, либо мы кого-то найдем, либо будем просто ходить по комнатам, открывать и смотреть, что здесь. У нас сейчас будет как будто бы передача, не знаю, смотрели вы давно, а по MTV была передача по домам, где они ходили и смотрели, где что лежит. Привет, MTV, добро пожаловать. Это мой мерседес, это мой бассейн, это Джо Куди, двойная ван. Вот у нас сейчас будет, наверное, то же самое. Ну, кстати, вот что я первое заметил, это кондеи. И на улице я увидел пару кондеев, и здесь уже один, не знаю, что это, в зале, в прихожей, в большой кондеи. Это мне нравится, потому что у нас тоже не было кондеев, а лето у нас жарко в этом году, и мы умирали. Кстати, здесь, походу, висел телевизор. Ну, будем здесь свою рекламку крутить, ну, или YouTube-канал. В общем, я думаю, придумаем. Ладно, пойдем. Пойдем начнем с какого-то кабинета номер 11. Я не знаю, что это. Еб***ь. Это мой, мой поменят? Блин, он, это там какой-то серьезный дядя сидел. Так, ну заходи. О, так. Плакат мне нравится. Часы мне нравятся. Мне нравится стол. Вот стол четкий, конечно. Да, это не сравнится с теми столами, за которыми мы сидим. Нет, я не жалуюсь, мне все нравится, но тут круто. Тут, наверное, директор был. Я не знаю. Так, можно в Дарс поиграть? Ну-ка. Что, зря приехал, что ли? Пойдет. Да, вот это мне нравится, кабинетик. Сразу кондей можно включить. Блин, тут есть все, в принципе, вентиляция, свет, окна. У нас не было окон. У нас были только стекла производства, а здесь уже есть окна. Какой-то модный ламинат или паркет. Смотри, кнопочка. Че, не знаю, я смотрю, что тут лежит. А это, видимо, от кондей. Запчасти. Ну, ничего там не лежит, я думаю, что у тебя алкоголь лежит или... Ну, так, завалялся. Возьмем с собой плакат. Год не написан, как бы, а за датами следить нужно. Как бы, ну... Ух. Пойдем отсюда. Время заходить в следующий кабинет. Блин, ну тут просторно, круто. Везде на тяжные потолки. Слушай, шкафчики есть. Блин, вот я удивлен, типа, дверям. Они очень тяжелые, мне кажется, они очень дорогие. Они прям все очень тяжелые. Ну, тут тоже здоровый кабинет, я не знаю, кто тут сидел. Тоже везде телек, какая-то доска. О, ключи. А-а-а. Ключи от кабинетов. Ладно, пойдем дальше. Но здесь мне тоже нравится. О, ну это поменьше. Ну, тоже ничего. Блин, тоже есть окно. Есть кондей. Есть свет. Вентиляция. Ну, что еще нужно? Вообще, отлично. Ну, правда, тут везде ковер такой, пошарпанный. Я думаю, что его нужно менять. Но все равно выглядит это все... Не, у нас, конечно, круто, но здесь чуть-чуть круче. Пойдем дальше. Давай. Тут ручку сломано. Ну, ладно. А-а-а. Это, походу, кухня. Тут даже пахнет, да, кухня? Ты чувствуешь? Ну, типа такой... С тухшими овощами. Вот здесь прикольный потолок. И ребята, которые здесь раньше арендовали или были хозяевами, я не знаю. Они занимались натяжными потолками. Ну, во-первых, тут все в натяжных потолках. И сделано все круто. Это тоже натяжной потолок? О, да. Да, тут прям кухня. Ну, типа помыться, убраться и будет вообще офигительно. Мы сможем сами себе еду готовить. Добывать будем на улице, а здесь готовить. Ну, я даже не знаю, что это. Что это такое. Блин, ну выглядит опять охерительное. Это тоже все натяжной потолок. Блин, да. Это круто. Я не знаю, что это. Какой-то уже по счету кабинет. Пятый, шестой. Ну, блин. Вот, наверное, нет. Хотя этот мне еще не нравится. Пойду выбирать себе кабинет. Хотя, я думаю, за меня уже все выбрали. Тут есть какой-то гигантский кабинет. Во. Ну, тут уже что-то прям очень... Ну, да, всякие светильники. В общем, да, эти пацаны занимались. Потолками, лампочками. Так. Я даже не знаю, что здесь за... Блин, там из кабинета в кабинет. О, это выглядит круто. Столы уже есть. О, прозрачный натяжной потолок есть. Еще какие-то зоны. Везде окна есть. И я вижу под кондей вывод. Но кондей почему-то нет. Видимо, кто-то уже... Приговорил себе. Ладно, пойдем дальше. Я видел еще одну дверь. Не, я думаю, что это будет... Вот это будет точно чей-то кабинет. Ну, вот здесь круто. Здесь, наверное, самый такой уютненький. Прикольно. Так, что там? Календарь с голыми. Нет, не с голыми. Да. Что-то приклеилось. Все, пойдем дальше. Нет, это не туалет. Я не знаю, что это. Ты про правильно подумаешь. Подтолки выглядят круто. Ну, в общем, это все натяжные потолки. И они обычной формы. Я вообще не думал, что так можно. Да, это мне нравится. Фирма еще есть. Еб***ь, они круто делают. Ой, натяжной потолок с дырками. Это тоже натяжное все. Это тоже крутой. Ну, правда, одно окошко. И здесь прям такая акустика. Но здесь тоже крутой кабинет. Тут, кстати, можно понять, сколько сидело людей. Есть типа пятна от этих, от стульев, которые крутятся от ножек. Раз, два, три, четыре. Четыре человека в этом кабинете было. Во! Это что такое? Зарплата? Ну, кстати, я не знаю. Я видел такие штуки в фильмах для взрослых. Ну, вы поняли, да? Только вместо руки там. Нет, в целом мне прям нравится все круто. Ну, тут типа немного причесать, что все и будет прям. Вот что мне сразу понравилось, это что здесь есть наконец-то человеческий туалет. Потому что у нас туалета не было. Ну, точнее, он был в нашем здании, но нужно было обходить по улице. И он был не совсем нашим, пользовались все. А здесь, я думаю, что он отдельный. О, все для людей. Это то, что нужно для работы, больше ничего не нужно. Туалет есть, столовая есть. Все. Пойдем дальше. Здесь тоже лучшие работники месяца, я так вижу. Ну, кстати, нет, там были работники, а здесь... А здесь работницы, наверное, по ногтям. И не только. И здесь еще один туалет. Ну, конечно, грязненький, но он есть, их два. Давай, пойдем дальше. Тут все какое-то мягкое. О, это не зеркало, это натяжной потолок. Блин, круто, все в натяжных потолках. Выглядит круто. Ну, кстати, мы в том помещении, где это... Выручка в стене есть. Блин, она работает только в одну сторону. То есть только оттуда сюда, а отсюда туда, а-а. О, ну, здесь уже понятно, что здесь, видимо, было какое-то производство. Здесь уже такой пол, уже как у нас бетонный. Вот здесь уже какое-то здоровое производство. Ну, здесь написано было, что это склад. Ну, короче, куча мебели старой. Еще один туалет. Это прям отлично. Куча-куча мебели. Все, конечно, грязное. А, ничего интересного, одна вентиляция. Вот отсюда я вижу уже что-то здоровое, ангар. Ёпта! Вот это да! Вот тут уже круто. Вот это уже похоже на производство. Видимо, здесь, ну, какие-то станочки были раньше прикреплены. Не сломать бы ноги. Здесь есть лифт. И одни ворота. Ау! Это круто. В общем, мы в производстве побывали. Еще какая-то комната есть. Это для начальника производства, я думаю, в принципе, он здесь вместе. Комната небольшая. Тут мы были. Мы не были там. Здесь тандыр, плов. Это все мониторы старые. А, ну, это для нашего этого айтишника. Да? Офис его. Помещение типа хозблок. О! О! А, здесь как будто эти резинки красили вот они на бобин, намотаны. Ну да. Здесь красиво. Прикольно. Здесь творческий человек жил. У нас тоже такие есть. Ну все. Это, в принципе, вторая комната нашего айтишника. Ну тоже три квадрата. Или два квадрата. Какой-то шурик. Вот, видимо, что-то пилили, резали. Я думаю, что тут эти алюминиевые профили отпилили, потому что это алюминиевая стружка. Здесь уже более грязно, чем, конечно, на первом этаже. Ну здесь уже, да, нужно убраться. Что-то помыть, убрать. Что-то какие-то натяжные потолки ненатяжные. Ну тоже, видимо, какое-то помещение было, типа кто-то сидел. Может, какое-то небольшое производство. Ну, этих же ребят. Че Гевара и Джон Леннон. Если я, конечно, не ошибаюсь. Но это похоже на Че Гевара, а это на Джон Леннона. Сюда пойдем? Нихуя. Ничего себе. Вот это уже, да. Вот это уже здоровое помещение. Сколько тут, наверное, квадратов? 200, 300? Чистая, я не знаю. Вот это уже масштабно прям. Но когда нету стены, это, видимо, такое же помещение, где внизу мы были, где вот кабинетики. Но тут просто нет стен абсолютно. Смотри, тут, короче, работал какой-то ребенок. Тут поделки с картона. А вот тут, если ты повернешь, не знаю, камера здесь будет видно. Тут уже работал... Не ребенок. Что-то тоже везде мусор. Все лежит, валяется. Все, пойдем дальше. Нифига себе, тут столько столов. Да, жирно. Круто. Кстати, может, у кого-то фобия, значит, на дырочке, отверстие. И так выглядит неприятно. Пойдем. Пойдем, пойдем. Туалет. Тоже весит из натяжных потолков. И еще один туалет. Отлично. То есть на втором, на первом этаже по два туалета. Отлично. Вот. Сюда уже смотрится намного круче весь этот лифт. В принципе, мы все здание, наверное, обошли. Я надеюсь, не ошибаюсь. Я думаю, нужно пойти на улицу. Мы закончили внутри здания, в принципе, все посмотрели и вышли на улицу. Блин, здесь, конечно, своя парковка, своя какая-то, не знаю, беседка, курилка. Да здесь даже здание охраны свое есть. Оно двухэтажное. Это ничего себе. И, кстати, я сразу заметил, есть три флагштока. Значит, повесим свои флаги. Но это как бы не самое главное. Я думаю, мы не будем заходить в здание охраны. Нам сказали, что здесь есть еще одно интересное такое здание. И это баня. Вот, я думаю, туда мы пойдем. А все здание мы покажем с коптера. Я думаю, так будет интереснее. Ну вот, мы дошли до угла здания. Походу, вот эта баня. Блин, тут везде сосны. Так нравится прям, ну, такая своя атмосфера. Такой прям свежий, такой тихий воздух, будто ты на природе. Так, ну, мне кажется, здесь тоже никто давно не был. Но мы это исправим. И, кстати, мне дали ключики. Я не знаю, где здесь... А, ну, вот это, наверное, вход. Блин, круто такая чилл-зона. Маленький такой сад. Какое-то такое крыльцо, веранда. Да. Надеюсь, это вход. Давай попробуем. Так. Так здесь пахнет спортзалом. Чувствуешь? Прям, ну, прям, как вот у меня в детстве, когда я занимался, так в раздевалке пахло так прям. Да, это была качалка. Здесь прям таким мужским потом пахнет. Да это даже круто. О, здесь была груша. Это точно. Видишь? Ну что, будем тут? Да. Смотри, все, действительно, сауна. Ну, или баня. Офигеть. Блин, это круто. Все, я готов сюда приезжать. Да, все, я уже здесь. Я остаюсь здесь. Здесь пахнет круто. Здесь есть сауна. Все, мне интернет сюда сделает. Все. Ааа. И напоследок хочу сказать, что мы еще сюда не переехали. Переезд только начинается. Но мы будем держать вас в курсе, показывать все трудности, которые ждут нас впереди с этим зданием. В общем, надеемся, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok